Всем привет! Меня зовут Дарья и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из системы MarkVis в виде уведомлений в Telegram. Для начала необходимо создать новую связь. Дарье необходимо выбрать систему источника данных MarkVis. Теперь необходимо указать действия, получить квизы. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт MarkVis к системе Apex Drive. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Скопируйте ссылку в поле URL для приема данных, на которую будут поступать данные с платформы MarkVis и перейдите в ваш личный кабинет MarkVis. Перейдите в раздел «Мои квизы», «Редактировать», «Интеграции», «Webhooks» и кликните «Добавить хук». Далее вставьте скопированную ссылку в системе Apex Drive и обязательно кликните «Сохранить». Теперь необходимо совершить события, например, заполнить ваш квиз, для того, чтобы новые данные отобразились в системе Apex Drive. Продолжение следует... Продолжение следует... После того, как вы сгенерировали новые данные, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите тестовые данные, которые здесь отображаются после заполнения квиза на платформе MarkVis. Если на этом этапе данных нет, попробуйте выполнить действия, которые были описаны ранее. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных MarkVis успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем «Телеграм». Теперь необходимо указать действие «Отправить сообщение». На этом этапе вам необходимо подключить ваш «Телеграм-аккаунт» к системе Apex Drive. Для этого необходимо скопировать имя бота, найти его и запустить вашим «Телеграм». После этого необходимо скопировать строку для подключения «Телеграм-бота» и отправить ее в виде сообщения. После того, как вы получили ответ от бота, можно вернуться в систему Apex Drive и продолжить настройку. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо создать сообщение, которое будет отправляться в «Телеграм» при появлении новых данных на MarkVis. Для того, чтобы добавить новую переменную из MarkVis, необходимо кликнуть в поле «Сообщение» и выбрать ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только использовать переменные, но и прописывать значения вручную. Для того, чтобы перейти на следующую строку, нужно нажать Enter. «Активные аккаунты» Когда все необходимые переменные назначены в сообщении, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в Telegram при появлении новых данных в Markviz. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных в Telegram успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 10 минут. На этом все, желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!